здравствуйте друзья сегодня очень серьезная тема и та тема которую избегают очень многие специалисты но я все-таки рискнул начать эту тему и поделиться с вами своими ну скажем так могут личными наблюдениями и теми знаниями которые получены в результате достаточно длительной практики но вначале хотелось сказать о том что сегодня мы рассматриваем только варикоза решения вен нижних конечностей тема очень обширная и почему именно эта тема потому что варикоз нижней конечности это наиболее часто встречающиеся нарушения прочие варианты этого нарушения здоровья встречается значительно реже это расширение вен пищевода семенного канатика малого таза и другие если будет интерес к другим темам ну скажем другому варикоза машине вен вот из тех раздел которые перечислил пожалуйста сообщите об этом на электронную почту или куда-то еще сделайте заявки о том что вам будет это интересно так или напишите мне допустим вот как вы пишете обычно вопросы вот начнем варикоза расширение вен нижней конечности или варикозная болезнь или варикоз а дословно переводе это означает вздутие это расширение поверхность вен ног развивается из-за нарушения работы венозных клапанов и слабости венозной стенки венозные сосуды они устроены особым образом это сосуды которые поднимают кровь преодолевая силу тяжести поэтому у этих сосудов должна развита очень хорошо быть развита венозная венозно клапанная система клапан должны быть очень прочными и крепкими и вот как раз очень часто из-за того что клапаны сдают свои позиции становятся не такими прочными такими крепкими развивается варикозное расширение вен при этом происходит замедление оттока крови при этом повышается внутри венозное давление что ведет хронической венозной недостаточности патологическому состоянию проявляющимися характерными симптомами какие же симптомы наиболее характерны которые говорят о венозном а венозном значит у хронической венозной недостаточности это отек это кожные изменения трофические язвы ног варикозное расширение вен ног присутствует у 30 процентов женщин и 50 процентов мужчин до 60 лет старше у каждого второго то есть получается что 60 лет это такой возраст когда практически в разы с годами увеличивается нарушение кровоснабжения венозного кровоснабжения ног какие же основные факторы развития варикозное расширение вен всего это является возраст старше 60 лет у женщин чаще всего возникает именно варикоз потому что женщины дают начало новой жизни и в жизни женщины бывают роды вот эти роды это очень серьезное напряжение которое дает толчок развитию болезни беременность часто бывает протекающая беременность сложно гормональные нарушения самые различные и естественно положительная семейная наследственность если кто-то из родителей был с таким заболеванием то большая вероятность того что у детей это заболевание будет развиваться для большинства людей варикоз первую очередь это только эстетическая проблема но для женщин и на первых парах развития болезни им кажется что это нарушение не представляет угрозы для здоровья а что такого сосудистая сеточка на ногах допустим какие-то вздутые венки это не болит ноги практически не отекают и таким образом человек на это не обращает внимание а зря разбухшие некрасивые вены могут испортить внешний вид даже самых красивых стройных ног лапом родились если не уделить варикозу этапа должного внимания болезнь обязательно прогрессирует и развиваются самые серьезные осложнения и вот я сейчас как раз обращу ваше внимание на то что может развиваться 3 до при варикозе во первых становятся возможными спонтанные венозные кровотечения сразу хочу оговориться что я говорю о крайних проявлениях то есть на тех проявлениях которые возможны но которая скажем так почему-то люди не связаны с варикозным и венген и и так становится возможным спонтанное венозное кровотечение когда венозный тонус слабевает настолько что переполненные кровью сосуды не в состоянии выдержать большого объема оставившейся крови они лопаются и начинается кровотечение вот это очень важный момент главная опасность венозных кровотечений в том что они бывают незаметными ночью во время сна и в этом может привести к значительной кровопотери далее очень вероятны при этом трофические язвы на ногах переполненные кровью вены перестают получить достаточное количество питательных веществ отмирают участки ткани близки к коже и возникает так называемые трофические язвы в этом случае необходимо срочное хирургическое лечение если его не начать что у человека могут развиться очень серьезные нарушения а какие чаще всего бывают серьезные нарушения ну во первых это следит следит любит острое воспаление вены кожа над ней краснеет становится горячей любит без лечения быстро переходит в трамбофлебит а уже трамбофлебит это любит с образованием больших кровяных сгустков представляет самую серьезную опасность и самая серьезная опасность от трамбофлебита это тромбоэмболия когда происходит закупорка крупных вверх ног и развивается гангрена что такое гангрена мне кажется не надо шифровать насколько это опасное состояние потому что это состояние которое может угрожать жизнь больного ну и понятно что при этом тромбы имеет такую особенность отрываться истоком крови путешествовать по сосудам пока не закупорят магистральный сосуд если тромбированный закупоренный сосуд обеспечивал кровью жизненно важный орган это головной мозг сердце или легкие то через несколько минут у больного может наступить смерть вот такой сценарий конечно крайне сценарий я вам рассказал но на этот сценарий нужно обратить внимание почему потому что к сожалению я наблюдал два раза в своей практике такое состояние как легочная тромбоэмболия это самое опасное состояние при варикозе вен то есть легочная тромбоэмболия когда смерть больного происходит еще до приезда скорой при закупорке легочной аорты это тоже бывает случается ну а теперь давайте все таки немножко поговорим о том почему же так много в последние годы больных варикозной болезни вен тромбофлебитами и так далее почему откуда возникает эти нарушения ну во первых последние 20 лет человек окружил себя генераторами высокочастотных излучений мы уже привыкли к ним и не обращаем внимание нам кажется что что-то то что скажем нас окружает и не вызывает каких-то у нас изменений в организме напрямую то это и не влияет на нас на самом деле сотовая связь компьютеры высоковольтные провода и другие излучатели они очень серьезны влияют на нас и опасны большим количеством свободных радикалов свободные радикалы это активные частицы с неспаренными электронами во внешней оболочке мгновенно вступает связь с другими молекулами перегружая организм опасными веществами которые бомбардируют и повреждают эндотелии внутреннюю оболочку сосудов и в частности клапаны вен вот я вначале сказал о том что клапаны вен должны быть очень прочными потому что на них большая нагрузка ложится не поднимают кровь преодолевая силу тяжести представьте себе что вот такие клапаны вен которые из решечены вот этими свободными радикалами превращается в сито и такие клапаны естественно могут выполнять полноценно свою функцию результате нарушается венозное кровообращение и развивается связанные с этим болезни о которых я уже сказал подъем крови в ногах нарушается человек имеет парикоз любит и тромбофлебит для профилактики развития системе лечения заболеваний вен необходимо регулярно принимать достаточное количество антиоксиданта вот здесь очень важное значение имеет антиоксиданты если кто-то не задумался над этим я еще раз обращаю ваше внимание антиоксиданты это витаминно-минеральные комплексы или я бы сказал в данном случае это анти тромбоцитарное соединение то есть те соединения которые прекращают образование больших тромбов либо наоборот их рассасывать они нейтрализуют свободные радикалы которые повреждают сосуде антиоксидация это основа действия аюрведических биологически активных добавок которые правильно можно подобрать человеку с помощью пульса диагности ну а теперь мне хотелось бы сказать о причинах варикоза ног поражение артерий и их периферических отделов что серьезно нарушает кровоснабжение конечности сужение венозных сосудов в результате развития атеросклероза ног атеросклероз кстати это та болезнь которая называется неравномерно у кого-то поражаются ноги больше у кого-то руки у кого-то головной мозг сердце и так далее воспаление стенок артерии результате нарушения в них обменных процессов сужение артерий и следующее за ним нарушение кровотока в ногах облитерирующий эндортериит который развивается в результате постоянного курения и может привести к ампутации конечности 25 процентов курильщиков имеют эти нарушения сахарный диабет который развивается все больше и больше то есть все больше и больше людей охвачены этим недугом значительное истончение внутренних стенок венозных сосудов разрушение венозных клапанов когда они становятся похожими на сито я уже говорил об этом и вот эти клапаны не могут полноценно выполнять свои функции вредные привычки гиперликемические продукты курение алкоголь прием деформирующих центральную нервную систему химических веществ вы понимаете о чем я говорю и наконец это повышенный уровень холестерина и нарушение липидного обмена многие люди в последние годы задаются такой целью они почему-то ставят под сомнение опасность повышенного уровня холестерина играет ну и что что холестерин повышен кто доказал что это опасно это здоровье так вот я еще раз повышенный уровень холестерина одновременно повышает риск развития больших тромбов те которые могут сделать закупорку магистрального жизненно важного сосредоточены голове гипертония и дистония представьте себе что перепады артериального давления и дистония которые некоторыми людьми позиционируются как не совсем опасное состояние но подумаешь там мучительное там головные боли метрозависимых на самом деле при вот этих перепадах возникает образование вот этих самых больших тромбов но гипертония сама по себе опасно потому что это уже изначально формирование тромбов ожирение и другие метаболические проблемы малоподвижный образ жизни вот эти две причины они объединяются вместе ожирение и малоподвижный образ жизни это практически одно и то же когда человек перестает двигаться у него автоматически образуются тромбы которые могут провести закупорку тот факт что варикоз завершения вен чаще всего наблюдается в нижних конечностях многие исследователи считают одним из побочных эффектов эволюционного перехода человека к прямохождению то есть самой высокой ценой которую человечество платит за освобождение рук вся масса тела опирается на ноги что создает аномально высокую нагрузку на суставы и систему кровообращения известно что варикозом люди страдали еще в глубокой гребности тогда причиной болезни была постоянная переноска тяжести но люди тогда не лежали и не сидели без дела целыми часами они были в движении и это причина актуальная сегодня некоторые виды спорта и виды трудовой деятельности да действительно связаны с переносом тяжести и естественно что они являются причиной развития варикозного но в последние 100 200 лет появился другой диаметрально противоположный даже более повреждающий фактор кроме множества сидячих и стоячих профессий что вызывает застойные явления венок даже у здоровых людей широкое распространение получила гиподинамия повсеместный отказ современного человека от двигательной активности вот вы внимательно понаблюдайте за людьми на улицах ведь есть люди которые бегают которых ходят это занимается скульптурой но основная масса занята чем тем что они ходят или сидят или стоят уткнувшись свои гаджеты так вот именно гиподинамия это одна из самых главных причин возникновения варикоза сегодня к факторам риска развития болезни также относят первого ожирения и дефицит растительной пищи в ежедневном рационе многие считают подумаешь ну и что что я не буду допустим растительной пищей компетации пусть и питается вегетарианцы на тонне вегетарианцы это в корне неправильно потому что растительная пища не только улучшает перистальтику еще этого тракта усвоение растительная пища энтеросорбент которая собирает вот это все ненужное провоцирующее образование больших тромбов и нарушения работы печени к тому же это могут быть и травмы врожденные средства аномалии и другие уже разван уже названы раньше тонким энергоинформационным причинам варикоза относят отсутствие опоры в жизни положительной стабильности не знаю что будет завтра перспектив будущем когда нет желания двигаться вперед из-за отсутствия любимого дела в жизни и перспектив разве кому-то это незнакома ситуация очень многие люди сталкиваются но когда человек понимает что смысл жизни в самой жизни а не то что мы в нее носим какой-то смысл то тогда у него отпадает этот вопрос потому что очень часто люди говорят всего для меня потеряла жизнь смысл потому что у меня скажем так вот не счастливая любовь безответно или у меня там работа которая там прекратилась любимая работа не стала там или человека рядом не стало которого я любил не в этом смысл жизни это определенные аспекты а человек должен понимать что смысл жизни находится самой если человек не желает взаимодействия с окружающим миром замыкается в себе у него возможно стремительное развитие болезни нарушение работы молотхары или корневой чакры провоцируют проблемы с умноженным кровообращением это то же самое как и у вас варикоз тромбофлебиты и прежде всего у человека возникает густая кровь повышенное тромбообразование что специалисты аюрведы объясняют избытком стихии земли в организме выражаясь аюрическим языком я еще раз хочу сказать что некоторые люди почему-то думают что молотхара корневая чакра это чакра половая которая связана с половой функции человека хочу вас разочаровать вот эти функции этой чакры где-то на пятом месте стоят на самом деле молотхара чакра этот чакра которая дает человеку очень хорошую связь с землей мы должны иметь как связь с небом через сахасраду чакру так и хорошую связь с землей и человек должен кроме того что он летает в облаках он так и точно должен хорошо стоять на ногах и вот как раз он на варикоз вен в ногах нарушает эту связь с землей и нарушает вот эту устойчивость человека варикоз вен симптом острова все похвачающего ощущение одиночества без надежды на лучшие времена то есть человек грубо говоря погружается в депрессивное состояние из которого он не видит выхода люди которые давно занимаются йогой и при этом игнорируют основной принципа йорведы соблюдать баланс между материальным и духовным жизнью как я уже сказал между ватой доши и капхай доши говоря проще получали в итоге проблемы со здоровьем вначале это карие зубов и поднятие десен а затем это нарушение сосудистого тонуса вен к нарушению кровоснабжения ног приводят установки мой дом моя крепость и мы йоги нам ничего не надо материальный мир не для нас это в корне неправильная жизненная позиция что природа доносит до нас в виде болезни специалисты айурведы помогает человеку изменить установки на правильно и так настроить свою жизнь чтобы предотвратить развитие варикоза истина непреложная в жизни всегда должен быть баланс между капхай доши между ватой доши они примерно равным должны так вот если переводить другим языком у человека всегда духовные устремления должны быть высоки но также точно у человека должен быть высокий уровень материальный высокий уровень жизни это не значит что человек должен быть богатым это значит что он должен с особой тщательностью следить за собой за своим жильем за чистотой тела и так далее и тому подобное вот это очень важный момент который очень многие люди игнорируют и вот это игнорирование она часто приводит развитие заболеваний теперь хотелось бы сказать еще несколько слов о мармавидии мармавидии это особое знание знание о жизненно важных точках тела воздействия на которые определенным образом можно излечить любую болезнь мармавидии это древнее знание которое использовалось в индии с незапамятных времен она оказала огромное влияние на развитие индийские боевые искусства индийские воины всегда были непобедимы и очень многие скажем так люди и народности в древности на себе это испытали это оказало развитие на айурведу и йогу мармы вармы это именно это именно те точки в которых соприкасаются все основные элементы организма человека по айурведе это физическое тело астральное ментальное причинное эфирно и представлено виде невидимых спиралей пронизывающих человека вы сейчас поймете почему это подробно этом останавливать это закрытое знание то есть индусы по лески причинам стараются его не передавать европейцам однако последние полвека она получила широкое распространение в мире я упомянул здесь марма видео не случайно варикозное решение вент тесно связано с нарушением марм а значит и функции печени печень альтруистический орган и вряд ли кто-то допустим будет связывать вот допустим у тебя варикозный вен значит пойди полечит печень слышим ли это мы от врачей когда приходим с этими с этим проблемам к врачу не слышим потому что врачи этого не знают так вот именно печень альтруистический орган то есть она не сигнализирует о своих проблемах напрямую болевым синдромом и в то же время через вторичное нарушение здоровья коим является варикоз организм пытается уведомить человека об истинных причинах нездоровья с нарушением функции печени а их у нее более 500 связано более 50 серьезных заболеваний поэтому правильно предупреждать и лечить варикоз вен улучшая состояние печени современная медицина применяет в основном хирургический способ лечения варикоза устраняя последствия а не причину болезни без положительного воздействия на печень невозможно устранить такое нарушение здоровья как варикозное расширение вен если говорить о картине болезни то она безрадостна вначале человек обнаруживает на своих ногах некрасивые сосудистые сеточки паучки и проступающие синие венки затем образуется в подколенной области небольшие уплотнения первые звонки серьезных нарушений кровообращения в ногах при этом необходимо как можно раньше начать противокию более серьезных этапов болезни так называемые косметические дефекты о котором я говорил ранее прогрессируют и именно внешний вид ног больных в первую очередь женского пола беспокоит куда больше чем собственно гемодинамические нарушения крови и изменения венки какие пациенты или вернее пациентки женщины представляют подавляющее большинство из-за последствий родов склонны прибегать косметическим способом устранения варикоза в лучшем случае безвредным но часто существенно усугубляющим ситуацию запущенные нелеченные правильно формы венозной болезни чреваты самыми серьезными тяжелыми последствиями я об этом говорю самым серьезным образом если у человека есть нарушение сосудистые на ногах обязательно нужно посетить флеболога обязательно нужно проконсультироваться с ним а уже какой способ лечения или противоки будете выбирать вы зависит полностью только от вас известно что варикоз на стадии сосудистых звездочек еще поддается лечению год от года учащаются случаи варикоза вшения вен на ногах у школьников в том числе у юноши по причине нарастающего снижения физической активности дети наши перестали двигаться так как двигались мы и присутствие фастфуда в ежедневном рационе питания никто между прочим не обращает внимание на то что школьники часто из-за того чтобы пообщаться собирается макдональдс или каком-нибудь допустим еще другом бургер кинг и так далее для них это модные такие заведения посещения на самом деле они не отдают себя отчет что фастфуд которые они употребляют там он на самом деле может повредить и здоровье в частности вот таким образом ну и понятно еще раз повсеместно и распространение высокочастотных измечений через 30 лет если ситуация не поменяется каждый второй может иметь развитый варикоз уже в 40 лет ноги при варикозом расширении вен отекают и быстро устали больные жалуются на частые мучительные судороги чаще по ночам ощущение зуда жара ползающих мурашек в икрах ног в отсутствие лечении варикозное расширение вен быстро прогрессирует и может осторожниться острым травматулебитом и разрывом образовавшихся узлов иногда достаточно малейшего механического воздействия задеть ногой мебель скажем так или что-то еще для того чтобы растянутая истонченная стенка вены порвалась кровотечение в этом случае может быть очень сильным и привести к обильной кровопотери я не случайно повторяюсь об этом я просто хочу еще раз обратить ваше внимание на то что это очень серьезная проблема и может иметь очень опасные осложнения наиболее частое проявление варикоза это выпирающие на поверхности кожи неравномерно расширенные вен при этом возникает чувство тяжести напряженности нога боли тянущего и ночевого характера вдоль вен быстрая утомленность ног и кожи голени как правило развивающаяся варикозная болезнь проявляется дополнительной синдромом беспокойных ног и ночными синдромами то о чем я говорил человек если не может ноги свои пристроить ночью из-за этого не спит ему нужно обязательно посетить специалисты при отсутствии лечения варикозного вошения вен а скажу я так что в основном у нас в любого ге хирургическим способом лечит варикозное вошение вен у них нет такой развитой какой-то системы лечения то развивается хроническая венозная недостаточность при отсутствии лечения и она обычно заканчивается тропической венозной язвы и возникает как я высказал тромбохлебит образование тромба в венозной системе отдание тромботнебоких вен и еще раз скажу о тромбоэмболии легочных артерий даже есть такое такая аббревиатура тело называют это очень опасное смертельное осложнение 10 процентов случая тромбические массы глубоких венок не конечности отрывается истоком крови мигрирует дугочные артерии для исключения закупорки и как я говорил летального исхода подчеркиваю этот сценарий возможен только при отсутствии со стороны человека правильных действий и только для тех людей у кого уже есть развитая варикозная болезнь ног поэтому такой человек ему обязательно советуют регулярный прием антикакроагуляционных рассасывающих большие тромбы средств ну и понятно что это сильно препараты которые в основном на каких-то химиовоздействия построены мы же говорим о том что очень много есть хороших аюрведических добавок рассасывающих большие тромбы и рожающих кровь которые в отличие от лекарств астерина не имеет серьезного вредного побочного действия на рентген и более подробно чуть позже я об этом скажу ну и теперь поговорим о том как же заниматься профилактикой варикозной болезни когда я показываю вот это вот эту фотографию на слайде которые вы видите когда начинаю говорить что самое главное это движение некоторые люди начинают улыбаться или просто смеяться потому что многим это кажется несерьезным а я вам хочу сказать это самое серьезное в нашем разговоре препараты хорошо хорошо допустим какие-то упражнение выполнить но самое главное это движение движение то от которого мы уходим и мы уходим стремительно потому что у нас даже подъем и спуск на эскалаторе на второй этаж считается уже нормальной вещи я например пока еще стараюсь без складов обходиться я понимаю стариков которые еле-еле передвигаются они может быть и могут пользоваться рима лиды которые могут подняться по лестнице но молодые здоровые которые еще могут двигать ногами чтобы не иметь застойных явлений в венах обязаны отказаться от эскалаторов на второй третий этаж это мое жизненное кредо так вот движение это жизнь в нашем случае это утверждение буквально при регулярной ходьбе массируются вены и стряхиваются мелкие тромбы утяжеляющие клапаны для здоровья вен на ногах нужно регулярно выполнять физические упражнения особенно регулярно это каждый день особенно полезны езда на велосипеде танцы плавание ходьба дальше проводить гимнастику для ног чтобы нормализовать кровообращение в ногах три-четыре раза в день силой ударять пятками в пол по 30-40 раз сразу хочу оговориться пол это если вы не находитесь над соседями если у вас соседи чувствительные живут внизу тогда лучше выйти куда-нибудь в коридор там и начну клетку чтобы провести это упражнение или дверной проем там где дверной проем тогда ваши упражнения будут не так чувствительны для людей которые живут снизу поэтому ударять сила я подчеркиваю силой пятками в пол 30-40 раз максимально поднимается на носки пауза между ударами две секунды то есть вы поднялись поставили носках через две секунды силой ударили пяткой раз потом и удар 2 и и так далее то есть не сразу не чистить если вы будете часто ударять то толку будет мало дальше в идеале двигаться до 6 километров пешком в день это понятно что это в идеале это понятно только для тех людей которые для этого имеют возможности время скажем так ну и понятно желание потому что не люди думают час я вот сяду на автомобиль и быстренько приеду домой поем и лягу перед телевизором или перед компьютером и буду смотреть какой-то фильм разве я сказал что-то экстраординарное я по-моему сейчас описал сценарий скажем так часто встречаешься в жизни современного человека вот было бы по-другому если бы вы себе сказали а вот сегодня я допустим 6 километров после работы пройду по городу погодка хорошая и я пройду в хорошем темпе выпрямляя ноги и ваши ноги потом скажут вам большое спасибо почему потому что никаких варикозных решений вен и даже намеков на это у вас не будет при такой двигательной активности укрепляется венозные стенки их клапаны освобождаются от олипших на них тромбов при этом вены улучшает свои функции по поднятию крови вверх к сердцу при варикозе категорически нельзя сидеть на корточках при этом дополнительно пережимаются венозные сосуды и практически прекращается кровообращение в ногах ниже колен вены переполняются кровью еще больше растягивается длительное сидение на корточках убыстряет развитие варикоз сидеть нога за ногу при этом также передавливается вены нарушается венозное кровообращение болезнь прогрессируется медленно подчеркивая это касается людей с варикозной болезни или тех людей у которых уже есть начальные стадии болезни тоже время сидеть на газа ногу я не рекомендую никому в принципе у человека если нет развития болезни вот именно даже просто это поза может уже быть инициатором и толчком развития длительно стоять через каждые 15 минут стояния необходимо приподниматься на носках и несколько раз силой ударять пятками в пол с интервалом в 2-3 секунды не обязательно там 30-40 раз ну я не думаю что вас очень сильно будет заботить как на вас посмотрят окружающие на улице если вы станете допустим такую разминку проведете я думаю что это будет абсолютно нормально после быстрой ходьбы или бега нельзя останавливаться как в поле какое-то время до одной минуты маршировать на месте высоко поднимая колени это касается людей с явными признаками варикоза вен на ногах ну и наконец мы подходим скажем ключевой ключевая такая часть нашей презентации это прежде всего а юридические комплексы юридические комплексы для здоровья сразу хочу еще раз подчеркнуть и обратить ваше внимание а юридические комплексы для здоровья в отличие от многих других натуральных средств и природных скажем так они абсолютно безвредны для любого организма это очень важный момент потому что есть растения которые часто используют в натуральной медицине которые могут иметь серьезные побочные дальше а юридические комплексы настолько гармоничны что они влияют сразу на весь организм и самое главное как я уже говорю представьте себе что основа развития варикоза в печени да и когда мы начинаем применять юридические комплексы они все гипотопротекаратурной степени то они прежде всего начинают получать функцию печени а этим самым значит они уже влияет положительно и на на человека если есть симптомы развития варикоза в печени дальше я хотел бы сказать еще вот о чем о том что а юридические препараты совершенно легко входят любую систему лечения человек может не заботиться о том что он применяет химиопрепараты какие-то и можно ли ему применять юридические комплексы можно и даже нужно потому что все а юридические комплексы обладают защитным действием на жизненно важные органы вот почему я и говорю что если вы понимаете химиопрепараты обязательно принимайте какие-то комплексы аюрведы потому что образом вы защищаете себя от вредных побочных воздействий близ не часто позиционируют как препарат для улучшения мозгового кровообращения да это совершенно правильно и совершенно верно но в данном случае я хочу рассмотреть близ не как комплекс который положительно действует на центре регуляции функции всего организма головном мозге как большом компьютере есть центры воздействия на которых можно отрегулировать любую систему часть системы орган часть органа и так далее и тому подобное и в частности можно отрегулировать состояние всей сосудистой системы и венозных сосудов в том числе употребление блесминда регулярно препятствует развитию варикозной расширения вен цинтелла азиатская экстракт который является основой препарата выступает универсальным нормализатором сосудистого тонуса вен и сосудистой стенки которая страдает прежде всего при развитии варикозной болезни кроме того блесминд обладает еще очень важным свойством препятствуя повышенному тромбообразованию а это значит что при регулярном приеме препарата значительно снижается риск тромбирования сосудов развитие инсультов и инфарктов если вы внимательно слушали то о чем я говорил раньше я скажу о том что у человека очень часто с гипертонией с повышенным артериальным давлением стойким возникает такое состояние когда человек перестает чувствовать высокое давление это очень опасное состояние человек утром встает он чувствует себя прекрасно у него как кажется работает голова не тормозит он может пойти куда-то заняться допустим какой-то гимнастикой или бегом даже или чем-то еще на самом деле высокое артериальное давление провоцирует повышенное тромбообразование и такой человек в любой момент может получить закупорку жизненно важных магистральных сосудов помните об этом поэтому я всегда говорил если человек не чувствует своего артериального повышенного давления значит у него гипертония и таким образом близ ним может оказать свою роль положительную и влечение гипертоников тоже потому что он прежде всего освобождает отток крови щерной коробки препятствует вертебра базилярной недостаточности на которой базируются все нарушения мозгового кровообращения принимать очень просто по одной таблетке два раза в день можно принимать как я говорю после еды то есть после завтрака и после ужина но в то же время можно применять его когда вам будет удобно даже без второе препарата которым я хочу сказать иногда у людей вызывает недоумение этот препарат левоблис и они говорят ну левоблис это для печени а почему ну теперь то вы понимаете почему я левоблис и говорю потому что именно варикозное решение вен напрямую энергетически связано с нарушением тонких функций печени печень как я уже говорил биохимический мозг организма он выполняет супер функции течение 8 минут пока весь объем крови проходит через печень то как раз именно и печень обеспечивает участие в десятках если не сотнях превращений но грубо говоря допустим какому-то органу или части организма срочно понадобились какие-то вещества и этот заказ поступил в печень и она за время пока проходит кровь должна насытить кровь необходимыми веществами если эти вещества проходят и если кровь насыщается ими то тогда выполняются функции зачастую жизненно важная функция а если печень не успевает тормозит подтормаживает это часто бывает именно с той печени так называемой ленивой печени называют врачи или с той печенью которая есть определенная там доля жирового гипотоза и так далее и тому подобное вот тогда то как раз и происходит накопление в организме очень многих веществ которые осознают его функции я скажу вам так что от того что почки с детства начинать плохо фильтровать кровь и оставляет в крови многие вещества нужно вывести потом в конечном итоге человек в зрелом возрасте уже обретает себя артриты и отрос то есть проблемы с суставами а если допустим в печени часто остаются те вещества которые нужно инактивировать допустим вывести связать их дать им осадок скажем так они очень часто разрушают крупные сосуды внутреннюю поверхность крупных сосудов его крупные вены которые смогах они как раз именно и разрушаются варикоз кожных вен варикоз ножных вен извините развивается в результате нарушения жизненно важных функций печени для того чтобы восстановить их нужны гепатопротекторы это средство комплексной ее поддержки сколько бы не говорили вам о том что гепатопротекторы это должны быть наши отечественные что нельзя употреблять гепатопротекторы из тех растений которые там выросли где-то в другой стране я могу вам сказать на это это полная ерунда и просто приведу вам пример что наша область ростовская до революции это была зона где была развита просто эндемическое заболевание щитовидной железы очень многие женщины потому что йода не хватало пригорная зона она не накапливает йод в растениях там продуктов питания этот йод вымывается и только когда после советской власти стали завозить сюда продукты из морской капусты сушеной там которая растет там в белом море или балтийском море на крайнем севере вот тогда прекратилось развитие эндемического золба казалось бы у нас не возрастом море не давно не растут вот эти вот водоросли необходимые для решения проблемы а в то же время проблема решилась именно теми продуктами которые были привезены за две тысячи километров от нас которые выросли поэтому задумайтесь над этим я хочу сказать что вот именно индийские аюридические препараты является одним из самых эффективных предпочтительных и вот левоблиз это один из самых лучших на мой взгляд гепатопротекторов имеется в составе из так и особых растений положено действующих на гепатобилиарную а значит и венозную систему человека это генциана индийская растение которое улучшает состояние деления клеток гепатоцитов и предотвращает развитие жирового гепатоса андрография заметельчатого это растение следит за тем чтобы желчь была всегда текучий чтобы она не густела и чтобы у человека не образовывались кристаллы в виде золстокаменной болезни а главное она содержит особое экстракт особого растения с версией это растение она только последние годы вызвала пристальное внимание специалистов растение который оказывает комплексный эффект на внутреннюю поверхность сосудов ног разрушение которой идет развитие тромбофлебита для получения максимального эффекта рекомендуется принимать по две таблетки препарата на ночь перед сном три месяца непрерывно ну и сравнительно недавно появился у нас препарат но этому препарату я уже просто готов и дифирамбы потому что практическое применение его показала о том насколько этот препарат может быть эффективным это куркумин близ куркумин близ это препарат о котором много ходит всяких легенд я бы сказал полуправ и вот сейчас мне хотел бы просто расставить все точки над и чтобы было понятно и ясно в чем преимущество куркумина ну во-первых куркумин близ создан на основе экстракта куркумы лонги куркума лонга это растение индийское растение препятствует повышенному промообразованию в организме у куркум и лонги много других свойств но я хочу сказать что одно из самых главных свойств это что действительно лаприт а по цвет повышенному промообразованию в организме при определенных условиях например дефицит воды в организме при снижении количества выпиваемых течение дня у людей старшего возраста эта проблема сплошь и рядом у человека с возрастом часто ухудшается работа центра внутренней регуляции и вот тот центр жажды которые есть в организме и он должен следить именно за той водой которая поступает в организме и говорить сигнализировать когда воды не хватает что возникает сегодня жажда вот этот центр он может нарушать свою работу кстати вот именно в результате атеросклероза и тогда люди старшего возраста прекращают принимать нормальное количество воды а прекращение нормального количества воды принятия вы понимаете чревато очень серьезными осложнениями частности это сплазмирование кровяных сосудов и образование больших тромбов то о чем я говорю и опять же при этом если сосуд магистральный то происходит резкое нарушение кровоснабжения жизненно важного органа инсульты и инфаркты это основные причины современного человека врач традиционной медицины услышал об этом может заметить что для профилактики этих состояний есть препараты на основе аспирина которые имеют выраженное противотромбоцитарное действие а значит могут применяться системе лечения инсультовым фактом я с ним соглашусь но с одной очень серьезной оговоркой у препаратов на основе аспирина есть серьезное побочное действие аспирин вызывает эрозии и язвы пищеварительного тракта и нужно с особой тщательностью подбирать дозы лекарства в каждом конкретном случае чтобы получить желаемый эффект перевожу на более ясный понятный язык если человек начинает принимать препараты с аспирином а все препараты в основном для снижения артериального давления при гипертонии и нам и на лаприлы целая группа и так далее все они содержат аспирин и некоторые специалисты говорят да вот там аспирин такой форме которым не опасно да вот там есть особо покрытие у таблеток какого покрытия у таблеток не было чего бы там не было аспирин это вещество которое разъедает быстро разъедает слизистую оболочку желудка и таким образом человек при длительном употреблении в короткое время может получить язву желудка другой вопрос что он не знает об этой язвы потому что желудок это орган который альтруистически он молчит не говорит он закрыт сверху сфинктером при входе в желудок и сфинктером внизу при входе в луковичную зону для статуса кишки и таким образом человек может вообще даже не понимать что у него язва желудка а вот эта язва может иметь пробоедение и тогда у человека получается очень серьезная ситуация ситуация когда нужно спасать жизнь больного поэтому я обращаю ваше внимание что препараты с аспирином нельзя употреблять длительно это первое второе препараты с аспирином слабо эффективной системе профилактики и лечение варикозной болезни вен внизу конечности восточной медицине которая рассчитывает десятки сотен лет наиболее эффективным средства против тромбирования сосудов считается растение куркума лонга именно эту популярную специю уже три десятка лет используют европе то же время это эффективный способ против локти тромбирования венок куркумин гликозид составе куркуму вещество которое препятствует образованию больших тромбов однако и специи организм особенно свой всего лишь два процента этого гликозид при употреблении куркуму в большем количестве нежели одна чайная ложка в день да просто куркумы обычной куркумы порошка куркумы специи возможно расстройство пищеварения а представьте себе что из одной чайной ложки будет усвоено в лучшем случае всего лишь два процента куркумина гликозида и таким образом человек не получит ничего значимого при своем заболевании вот теперь мне хотелось бы сказать о том что куркумин близ фирмы трада это добавка в которой содержание куркумина может достигать девяносто восьми процентов вдумайтесь две таблетки в день является достаточной дозой для решения проблем с кровообращением ног кроме этого в составе препарата есть и кстати черного перца который усиливает в разы действия куркумина на органе от себя лишь добавлю из своей практической деятельности что небольшое количество масла остекар нанесенная под коленку нанесенная под коленку капелька масла усиливает положительное действие куркумина на венозный тонус ног желательно эту процедуру производить мы таким образом значительно усилим лечебное действие куркумина на организме человека ну и наконец лимфокар лимфокар препарат нейтрализующий свободные радикалы я здесь как раз именно сегодня рассматривают особые свойства препарата может быть не самые главные может быть и самые явные но те которые имеют прямое отношение к нашей теме так вот внутренняя поверхность вент подвергается массированным атакам свободных радикалов вызывающих эрозии эрозии долго поддерживается такой незаживающей форме потому что там поселяется микрофлора которая препятствует закрытию этих эрозии и препятствует эпитализации так вот эрозивные участки поверхности вен это начало варикозной болезни без заметных симптомов многие пациенты не замечают начала болезни хотя при этом активно развивается отеросклероз так как розетки тяги все молекулы холестерина высокой плотности которые расширяют эти участки и это отеросклероз дополнительный фактор развития варикоза лимфокар не только эффективно нейтрализует свободные радикалы и препятствует разрушению вен но и способствует закрытию эрозии препятствуя дальнейшему развитию болезни кроме того восстанавливая нарушенное лимфообращение препарат способствует уменьшению отечности вен отечности ног извините так как он разжижает лимфу и тканевую жидкость рекомендуется принимать лимфокар не менее трех месяцев непрерывно если вы еще не обратили внимание на эти свойства лимфокара пожалуйста обязательно обратите на него внимание и внесите его свою систему лечение против лактики и лечение варикозного расширения вен на ногах а вот еще один препарат о котором я хотел бы сказать о котором много всяких ну я бы сказал таких легенд полуправ там может быть даже непонимание какого-то это энергоблиз это очень интересный препарат это один из самых интересных препаратов с которыми я сталкивался за время своей работы своей практике во первых энергоблиз нормализует гормональную регуляцию тонуса вен конечности сразу хочу вам сказать о том что энергоблиз вначале он позиционировался препарат который улучшает состояние мышечной системы да на самом деле так он хорош и для подростков которые не ходят допустим тренажерный зал и вообще мало ходят я уже сказал сегодня и то же время если они принимают энергоблиз регулярно у них все равно происходит нормальное развитие мышечной системы допустим в рук и ног в то же время как раз именно энергоблиз препаратствует развитию варикозного расширения вен и в частности варикоз вен ног связан с нарушением мышечного аппарата регулирующего тонус вен это очень тонкие функции представьте себе что у нас есть мышцы и которые регулируют тонус любых сосудах и от того как эти мышцы сработают зависит как будут работать сосуды в головном мозге как мы с вами будем осуществлять мыслительную деятельность как будет у нас работать память потому что часто ослабление памяти это не только терраска рост но и также ослабление мышц которые регулируют тонус тонус сосудов нужен постоянно разные и когда клапаны перестают нормально функционировать по причине их повреждения а кроме того сюда добавляется еще то что динозные сосуды расширяются и таким образом они уже не способны захватывать полное количество крови и поднимать ее то тогда скажем так 9 сердце тогда возникает развитая болезнь энергоблиз прежде всего это уплотнитель он уплотняет сосуды таким образом уплотняются сосуды и они начинают потихонечку все таки приходить нормальный тонус мышцы начинает работать который отвечает за тонус сосудов но самое главное энергоблиз уплотняет клапан вен вот в этом ему нет равных одновременно уплотняется очень многие вещи и кроме того прочего нужно понимать о том что энергоблиз это препарат который отвечает за нормальные мышечные кольца вот я просто два слова скажу вот при всем при том что сегодня у нас тема варикозно-нарешенной вен но у человека очень часто у современного есть такой нарушение как эзофагии как он проявляется человек говорит да и жога у меня постоянно да какие-то у меня неприятные пищеварительные симптомы на самом деле это связано с тем что мышечное кольцо а таких мощных колец много на пищевом тракте она недостаточно хорошо закрывается не достаточно хорошо смыкаете дальше когда человек ложится ночью принимает горизонтальное положение то мышечные кольца не сомкнутая нормально они не закрываются полностью а спадают между ними остается щель и через эту щель все пищеварительные поверхности которые должны смешиваться это желудочный сок там допустим или кишечный сок они начинают смешиваться мигрировать и тогда у человека утром кроме неприятных ощущений возникает еще и самые различные эрозии эрозии желудки эрозии толстом кишечнике геморрой и так далее и тому подобное вот поэтому я всегда говорю что геморрой иногда называют варикозом но варикозом прямой кишки на сегодня мы говорим о ногах поэтому будем говорить о них вот я практически сказал о пяти препаратах да на мой взгляд это обширная такая программа но человек может сам выбрать приоритетную для себя 4 или даже 5 если у него есть такая проблема если есть проблема тогда лучше действительно не выбирать из этих препаратов ничего а использовать в виде программы эти препараты сертифицированы имеют все документы клинические исследования я бы все-таки рекомендовал обратить внимание что все-таки лечебная методика применения когда есть проблема как минимум три месяца непрерывно а лучше если это будет полгода даже если человек после первого приема получит хороший эффект и хороший результат напомню что три дня и перерыва внутри курса и не больше трех дней не является прерыванием курса если человек прерывался больше чем на три дня то наша песня хороша начинать сначала ну теперь после препаратов мне хотелось бы сказать еще очень много слов но у меня к сожалению времени для этого нет о питании человека при варикозе вен лечебное питание при варикозе вен повышает эффективность лечения болезни и конечно же если не менять правильным визуальный способ питания все лекарства будут бесполезными даже если человек даже если человек продолжает употреблять продукты и напитки негативно влияющие на состояние сосуда что дает правильная диета при проблемах с венами ног во первых она снижает вязкость крови при варикозе машине вент густеет кровь и повышается риск образования тромбов поэтому при варикозе необходимо соблюдать правильный питьевой режим и избегать обезбоживания стимуляции варикоза нижних конечностей организма я уже говорил об этом о том что такая проблема существует и здесь нашего возраста вот такая проблема может быть в любом возрасте поэтому пожалуйста внимательно смотрите на свой питьевой режим не надо себя душить водой тоже время нужно приучить свой организм к нормальному количеству чистой воды читал много раз и слышал о том что считается что воду можно считать и в других допустим запитках каких-то и жидких блюдах но я хочу вам сказать что чистая вода все-таки это самое главное для того чтобы у человека было нормальное кровообращение снижается отечность ткани задержка жидкости в организме ведет к развитию отеков одного из сложений варикоза есть продукты способствующие освобождению тканей ног от избытка воды это все бахчевые по сезону какие допустим вашей местности растут ну примером может это и кабачки и баклажаны которые к ним тоже относится снижает избыточный вес что улучшает кровообращение в ногах особенно полезны бесцелевые дни когда человек один-два дня в неделю везде не потребляет только нестаренную пищу об этом я уже раньше говорил в наших предыдущих встречах нормализует работу кишечника прекращаются запоры регулярные запоры ведут накопление токсических веществ в организме оказывающих негативное влияние на состояние сосудов когда повышается давление в винах малого таза нижних конечностей увеличивается нагрузка ненужной стенки от себя добавлю из своей практике я заметил что запоры приводят прежде всего к варикозу вен прямой кишки это может проявляться в виде геморроя и так далее так вот именно развитие геморроя одновременно автоматически способствует развитию варикоза вен на ногах это две вещи энергетически взаимосвязанные возможно есть какая-то связь который который может быть о тонкостях этой связи я не знаю правильную индивидуальную карту питания можно определить учитывая личный психосоматический тип человека с помощью пульса диагностики но это уже как правило то есть самое самое главный самый правильный способ определения тех продуктов которые тебе нужны именно данный момент это все-таки с помощью пульсу диагностики ну и наконец принципы построения схемы питания при варикозной болезни вен правильная диета при варикозном мышлении вен на ногах направлена на нормализацию массы тела укрепление стенок ненозных сосудов снижение вязкости крови и улучшение ее реальных свойств или снижение артериального давления снятие возможной отечности при повышенном употреблении воды сразу хочу сказать что у некоторых людей поначалу чистая вода без добавок может вызывать отечность нижних конечностей но это временное явление которое потом проходит диета при варикозной ног строится на основе принципов рационального питания не предусматривает жестких ограничений однако если пациент имеет повышенную массу тела это питание должно быть направлено прежде всего на снижение веса поскольку лишние килограммы оказывают повышенную нагрузку на сосудистую систему мясных конечностей в рационе ограничивают управлять жирных и жареных продуктов острых и союзных блюд поскольку они вызывают чрезмерное обсуждение жидкости что соответственно перегружает нужную систему кроме того копчености жареные и острые блюда в большом количестве я подчеркиваю небольшом можно если кто-то вот не могу там жить без копченой скумбрии да пожалуйста съешьте вы кусочек но это не значит что нужно тушку съедать за один присест его как раз именно в большом количестве большом количестве эти блюда вызывают повышенную вязкость крови увеличивая тем самым риск образования тромбов пища богатая холестерина ежедневном рационе в избытке способствует развитию атеросклероза с образованием отложений на стенках сосудов и сужениях просвета с целью укрепления вен конечностей и улучшения циркуляции крови в них процент питания должны включаться продукты содержащие органические оплавоноиды и антиоксиданты для профилактики повреждений стенок венозных сосудов большое количество этих веществ содержится в фруктах и сезонных овощах особенно богата они рутином витамином который эффективно уменьшает ломкость капилляров а также снижает боевой синдром выраженное пиларно-протекторными и противоотечным действием обладает биологически активные флавоноиды вот я назову даже это изокверцетин тверцетин глюкоронит содержащийся в красных листьях винограда а также сапонины содержащиеся в садовом каштане блюда из этих растений должны обязательно присутствовать процент питания виде долмы и запеченных каштанов да понятно что это несколько раз у нас как экзотика но наши братья восточные народы кавказские народы которые близки к нам и долма допустим если она где-то в другом месте будет осуществляться экзотическое блюдо я достаточно часто вижу это блюдо у нас даже на рынке продают так вот я хочу сказать что не такое что-то экзотика виноградные листья или допустим виноградные косточки приготовлены что-то на основе или допустим запеченные каштаны которые традиционно является осенним блюдом люди которые имеют проблемы с венами на ногах должны внимательно отнестись этим блюдом ну и теперь перечень продуктов которые следует исключить из повседневного рациона вы видите на слайде то есть здесь в основном но единство что я бы хотел сказать что кофе и черный чай которые здесь указаны нужно просто ограничить себя до минимума я скажу так что допустим чай бы я бы вообще конечно исключил а вот кофе я бы оставил один прием утром небольшой да вот я просто хотел бы скачать о том что вы смотрите жареные острые копченые блюда сгущает кровь поваренная соль спасает жидкости дополнительной нагрузки на на венозную систему появляются отеки и происходит разрушение венозных сосудов концентрированные мясные бульоны студни холодцы провоцируют освещение крови повышает он красиво я еще раз говорю я не противник этих всех блюд я просто противник того чтобы эти блюда ставили основу рациона человека потому что для меня по-прежнему как я уже говорил остается очень важным одна треть нашего рациона в день должна состоять из свежих овощей и фруктов одна треть должна состоять из приготовленных овощей и бобовых и 1 3 должна состоять из молочных продуктов и животных продуктов консервированные продукты среди раскрытую соль и так далее и тому подобное гиперликемические продукты тоже не буду на этом сильно останавливаться алкоголь тут извините меня само по себе уже является нарушение очень многих функций и вот цикорий дошли мы до этого растения растение неплохое но для людей которые страдают варикозным рашином вен к сожалению это растение не рекомендуется почему потому что она расширяет кровеносные сосуды и в то же время сгущает кровь вот поэтому при варикозе вен я бы не рекомендовал вам употреблять напитки на основе цикория ну и наконец последняя тема которую мы должны рассмотреть это упражнение для укрепления сосудистого аппарата ног и при флактике нарушений кровообращения в нижних конечностях упражнения при варикозе нижней конечности помогает обеспечить нормальную циркуляцию крови и лимфы способствует тому что нам в ногах перестает скапливаться и застаиваться кровь и тканевая жидкость гимнастика при варикозе ног снижает давление на вены и на возник состояния происходит восстановление притока артериальной крови стимуляция тонуса 90 сосудов нижних конечностях вены обретают утраченную эластичность и оздоравливается гимнастика при варикозе помогает устранить венозную сеточку и звездочки пострадавших сосудов на ногах не нужно сразу давать ногам сильную нагрузку вы можете только усугубить ситуацию если сходу прибегните к бегу или ходьбе на длительной дистанции для достижения максимального эффекта выполняйте больше повторений упражнений не увеличивая темп их выполнения важно постепенное нарастание нагрузки для меня самое простое и самое лучшее это ежедневная ходьба это лучший способ превращения варикоза вен ног для обычного простого городского жителя при варикозе противопоказаны многие виды физической активности но без нее жизнь немыслима поэтому возникает справедливый вопрос какие физические нагрузки показаны при варикозе ходьба ежедневная ходьба это универсальная двигательная активность при которой нормализуется кровообращение в ногах куплять сосудистые стенки и мышцы нижних конечностей что приводит снижение избыточного веса и прекращению развития болезни рекомендую начинать спеших прогулок на небольшие дистанции со временем увеличивая темп ходьбы и расстояние ходить следует удобной комфортной обуви выбирать темп при котором нет ощущения дискомфорта прогулка пешком обладает многими преимуществами положительно сказывается на состоянии организма укрепляется активно скучается мышцами только нижних конечностей улучшается кровообращение в конечности что предупреждает венозный застой и растягивание венозных стенок укрепляется кости мышцы связки конечностей а также улучшается кровоток ногах что предупреждает истончение венозных стенок укрепляется голени что снижает выраженность болезненных ощущений которые всегда развиваются при варикозе часто при варикозном сумме вен ног пациента беспокоят судороги которые носят непродолжительный но болезненный характер их развитие нередко обусловлено дефицитом кальция в организме во время хождения пешком он лучше усваивается вот почему после еды специалисты айургеры советует не садиться или ложиться а двигаться хотя бы пять минут что улучшает не только работу желудочного тракта а значит обеспечивает нормальное выделение желчи и усвоение кальция и магния важнейших минералов для правильной работы организма это и сердце и оправданная система и так далее важно ходить ежедневно именно при ежедневной ходьбе на ноги приходится максимальная нагрузка снижение веса улучшается кровообращение происходит скорее метаболизма что препятствует потолистому растяжение венозных стенок собственно упражнения при нарушении как-то усмех костер но перевернутые ноги упражнения убирают чувство тяжести ногах распространяется внутри козе для этого долечь на пол недалеко от стены поднять ноги прижать и к стене для удобства их можно слегка раздвинуть задержитесь только пользоваться по минут постепенно увеличивая время до 10-15 минут чтобы было удобно находиться в этом положении положите под поясницу полотенце или сложный коврик упражнение типа велосипед и ножницы не буду комментировать даже лежа на спине двигать ногами до первой усталости также вы можете усилить положительный эффект гимнастики если будете надевать специальное компрессионное белье обычно это лоси лосины или велосипедки ну и наконец приседание относится к условно разрешенным упражнение при варикозе нужно развести ноги на шину плечи плавно приседать пока положение бедер не будет параллельно полу выполните упражнение скорость если вам это тяжело дается не выполняйте сегодня и вернитесь при седании через день-два ну и наконец перекат из носка на пятку крайне полезное упражнение при варикозе от себя я добавлю для того чтобы не болеть варикозом вен нижней конечности нужно первое сохранять оптимистичное настроение далее не искать каких-то лишних вымышленных смысла в жизни потому что основной смысл жизни человека в жизни причем оптимистичной жизни чтобы рядом люди окружающие тебя заряжались тематизмом чувствовали себя прекрасно ну и наконец теперь есть время для вопроса я тут уже к краям глаза посматривал на них и вот сейчас я просто попробую ответить в оставшуюся время тут спрашивает про левоблиз я хочу сказать что левоблиз для меня это особый препарат препарат который я оценил давно потому что сверцы это то растение которое редко встречается натуральным детям и в аюрведе редко встречается но именно это растение которое влияет на тонус вен почему потому что это растение улучшает гепатопротекторные свойства то есть улучшает работу печени вот поэтому левоблиз очень высоко цены сколько препаратов на где можно принимать раньше говорили что больше трех это не очень хорошо так таком случае как чередовать что я могу вам сказать мы сейчас говорили о разных состояниях людей но когда у человека есть развитый варикоз я бы рекомендовал все пять препаратов принимать это не уж такая прям большая программа то же время конечно если человек допустим будет чувствовать какие-то дискомфорт или что-то еще он может начали уменьшить дозировку допустим уменьшить там ее в два раза потому-то дозировку может увеличить прийти к дозировке скажем так вот теперь хотел бы сказать о чае что я могу вам сказать но я видимо не отношусь всем людям которые любят чай хотя чай я скажем так длительно время управлял я для себя несколько лет назад просто исключил его из своего рациона чтобы вам сказать сказать о том что я улучшил свое состояние но наверное это не совсем правильно сказать чай на мой взгляд все-таки даже черный чай мы употребляем в избытке его можно употреблять не каждый скажем так день и кроме всего прочего почему чай все-таки на мой взгляд на мой взгляд мое личное мнение подчеркиваю он проигрывает кофе потому что в нем мало теабрамина теабрамины это субстанция которая не позволяет кофеину где действовать беспредельно стимулирующих кофе крайне полезный напиток только в минимальных количествах я подчеркиваю в минимальных один максимум два раза в день это небольшие чашки если вы будете пить кофе чаще он превратится из полезного напитка в крайне вредный напиток но помните о том что употребление кофе прежде всего это профилактика болезни дегенеративно-дистрофические болезни нервной системы болезнь альгеймера синдром паркинсона и так далее и тому подобное ну вот в чем польза кофе а я вам скажу вот я допустим долгое время занимался именно пути я вам скажу что польза кофе кофеин кофеин из кофе слегка чуть-чуть теабрамина он действует не стимулирующий он оживляет мышечные структуры которые отвечают за тонус сосудов вот в этом польза кофе в этом я уже абсолютно убежден потому что я например когда стал употреблять кофе по утрам я не каждое утро употребляю кофе но я чувствую когда допустим не нужно употребить но допустим какой-то день там когда метеозависим справлять или ты себя не очень там чувствую что носить то кофе меня всегда приводит нормальное состояние и самое главное нормальное расположение духа есть наверняка есть кофе для жевания но я честно вам скажу я не любитель такой экзотики я может быть даже скажем так не не часто сталкивался именно вот такими слышал об этом есть даже на кофе продает которая допустим является экскрементами каких-то животных там они начали кормят допустим зернами этих животных а потом они каллы собирают высушивают и тоже предлагает или кофе но это экзотика понимаете которая ну скажем так ко мне она имеет минимальное отношение раз все вопросы мы с вами рассмотрели и темы исчерпаны желаю вам здоровья и хорошего настроения всего доброго